Продолжение следует... Продолжение следует... В центре этой фотографии первый ряд сидит Николай Иванович Железнов. Николай Иванович Железнов, первый директор Академии. Перед государством стояла задача, кому же доверить, возглавить Академию, Петровскую Лесно-Демиллическую Академию. И единогласно был утвержден на эту должность Николай Иванович Железнов, который сочетал в себе не только человека высокой культуры, но и человека высокообразованного. Это и биолог, и естествоиспытатель, и ботаник, и физиолог растений, и мелиоратор. Много-много-много научной деятельности вел Николай Иванович Железнов. И, собственно говоря, с такой же тщательностью он подобрал профессорско-педагогический состав в стенах Академии и развивал науки, по которым могли заниматься студенты. Академия была открыта 3 декабря 1865 года. Конечно, появился устав Академии, был разработан Николай Ивановичем устав Академии, мы его можем видеть. Устав был очень демократичным, потому что в Академию принимались люди всех сословий, без ограничения возраста, те, кто хотел изучить сельское хозяйство и быть полезным в своей стране. Дело в том, что открытие Академии — это был ответ на ситуацию, которая возникла в стране. То есть в 1861 году, после отмены крепостного права, нужно было обязательно создать условия для того, чтобы сельский хозяин был грамотным. И вот это открытие Академии, оно тому способствовало. Появились и первые документы в Академии. Такие документы, как, например, о приеме студентов в Петровскую Академию, правила для студентов и слушателей Академии. Всего открылось два отделения. Это было сельскохозяйственное и лесное отделение, и слушателей было всего 400 человек. Академия жила по своим интересным правилам. Выпускались не только, вот как мы видим здесь, документы, отчетные документы, материалы всевозможных комиссий, протоколы комиссий, но также был еще и журнал научный. В 1878 году вышли известия Петровская земледельческая лесная академия, и студенческий журнал появился. Студенты сделали свой журнал, который называется «Артишоки и миндаль». Академия жила и развивалась, менялась жизнь страны, менялась и соответствующая тоже жизнь Академии. Академия прошла через несколько реорганизаций. Вот эти фотографии уже относятся к периоду Московской сельскохозяйственной института, так называлась тоже наша Академия с определенного года. И очень интересно оформлены вот эти старинные ретрофотографии, если вы посмотрите. И мы предлагаем нашим студентам, посмотрев, сказать, о каких факультетах, кафедрах здесь идет речь. Спасибо. Спасибо.